Детективный экшен 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 следователь. Ему становится спокойно, но в то же время, однако происходящее на экране его интересует. А почему? Его интересует борьба, как и многих, погоня, допросы, все всматриваются, вслушиваются. И почему? А потому что много зрителей, они у нас зритель-исследователь. Ему интересно, что произойдет дальше. Отгадает ли он, кто отрицательный герой? Иногда многие, вот я узнавал, они смотрят, и они начинают разговаривать. Послушай, мне кажется, вот этот. Это затравливает зритель, он продолжает смотреть. Ему интересно. Вы знаете, есть другой зритель, которому просто, сидя в кресле, хочется отвлечься. У него столько проблем. И вот смотрит он там, он видит, что там проблем больше, и ему становится легче. Но в то же время очень много зрителей, которые желают, чтобы добро победило зло. И вот они смотрят, им очень важно, чтобы главный герой оказался жив. А вот. И чтобы... И они переживают. Потому что я интересовался у многих не словек, а и по лестничной клетке, и вообще разговоры с друзьями. Я говорю, ну вот ты смотришь вот эти кучи сериалов-то. Ну, и он начинает говорить, ты знаешь, мне, говорит, жалко. Жалко кого? Ну, мне жалко молодых оперативников, которые подставляются под пулю. Мне жалко следователей, которые не имеют опыта, проваливают допросы и проигрывают. И он говорит, вот я от этого делаю вывод. Какой? Делаю вывод о том, ну, слабовато, что ли, у нас система или не слабовато. А в то же время, говорят, вот я вижу, когда идет серьезный разговор, и когда следователь выигрывает в разговоре с подозреваемым и так далее, мне становится, мне становится, ну, спокойно, спокойно, что вот есть и такие. И вы знаете, и главное еще есть зритель, который, обязательный зритель, который хочет, чтобы отрицательную героя поймали. И главное, наказали, и очень жестоко. И вот когда он видит, видит это, ему становится, понимаете, спокойнее. А есть риск нарваться на такого зрителя, который скажет, ой, ну, чего он так лоханулся? Вот я сейчас возьму, повторю, теперь зная уже вот эти все слабые места, где надо было не попасться, где надо было, где его могут, преступника, просчитать, расколоть, вычислить. Он исправит эти ошибки и доведет эту схему до совершенства. То есть есть же и такой зритель. Я понимаю ваш вопрос, но я отвечаю на него следующим образом. Вы знаете, если сериалы и вот это кино смотрит опытный человек, проживший жизнь, который планирует совершить хищение, допустим, хищение бюджетных средств, серьезное, то он просто смотрит и говорит, это да, это лох. И не потому, что мы так не пойдем. Схемы, которые изображаются в телепередачах и так далее, этот человек не будет воспринимать. Все люди разные, тем более преступники. И главное, да другое, они не берут примеры, они настораживаются. Да и вообще эти люди, которые начинают совершать, которые думают о совершении преступления, это очень осторожные люди. Они очень осторожные. Они перед тем, как начать, они продумают все. А когда начнут, они продумают каждый ход. Они продумают, как же вывести деньги так, чтобы в будущем следователь или какая-то иная проверка не смогла собрать эти дела. И они думают о том, что вот садятся с этой группой, так называемой преступной группой, садятся и начинают говорить, ты смотри, Вася, если ты попадешься или что-то еще, и Вася говорит, послушай, там Роман Николаевич, все будет нормально. Они уверены в чем? Они уверены в том, что если возникнет ситуация, когда что-то будет раскрыто и будет возбуждено уголовное дело, то они на допросах не расколются. Нет. У них продуманная система. Они знают, они уже подготовили все документы. И они спокойны. Следователь соберет эти документы, начнет составлять, начнет искать доказательства. А он нет. А потому что так устроены эти документы, что следователю невозможно будет доказать. Вот вы сказали, что люди смотрят это на ТВ и составляют разное впечатление, мнение о работе сотрудников правоохранительных органов. А как это происходит на самом деле, в реальности? То есть есть ли отличия все-таки от того, что показывают, тем более, в сериалах и даже в документальных проектах? Вы знаете, отличие большое. Лишь только потому, что процесс расследования вообще не покажешь. Вообще не покажешь. Вы знаете, почему? А потому что там идут разговоры следователя с криминалистами постоянные. Да, следователь вот начинает расследование, а у него проблемы там в криминалистической технике, и он обращается к специалистам. И только, понимаете, разговор. Нет, разговор не переснимешь, не покажешь. Вот почему иногда, на мой взгляд, какие-то наши фильмы где-то как-то немножко проигрывают. У нас очень много, очень много, у нас меньше беготни и меньше там боев, хотя сейчас много, а больше вот таких рассуждений. Хотя рассуждений, разговоров. И это немножко не отталкивает, а усыпляет зрителя. И он ждет чего? Он ждет взаимоотношений. Он ждет взаимоотношений, но каких? Опять же, или следователь встречается и тут же начинает говорить, ты преступник. Да. Или я тебя раскалю. Или встречается оперативный работник, который делает, ну, невероятные вещи. Ну, это интересно. Вы знаете, и в жизни же главный интерес, а в ваших фильмах это необходимо. И если будут показывать следствие, как следователь сидит днями и ночами, берет вот такое количество томов и начинает выяснять, ну, где же та бумажка, который подтверждает вину? Где та бумажка, которая говорит? А ее нет здесь. Да. Он обращается к криминалисту, послушайте, помогите, посмотрите, есть ли там следы, есть ли что-то еще. Садятся профессионалы и говорят, слушай, следователь, ты обрати внимание вот на это. Вот оно взаимоотношение. Без этого однозначно никак нельзя. Если следователь не будет работать не с криминалистом, все. Все. Только однозначно. Это по современным делам. Итак, я возвращаюсь. Представьте, возвращаюсь, следователь сидит, рассуждает, говорит, выписывает, готовится к допросу, допросится к допросу. Нет. Нужно сразу показывать. И показывается, а именно допрос, в процессе которого следователь задает 2-3 вопроса, и человек начинает спрашивать, ну, а что я буду иметь? И следователь здесь обещает, ну, я там полсрока. Зритель воспринимает это, но по-другому как? То есть, зрителю должно быть интересно. Интересно. А анализ, следственный анализ, он никому не интересен. Он не интересен общественности. Почему так долго дела расследуются? Экономические дела. Это я же не буду называть там свои и так далее. Это лишь только потому, что пока ты соберешь все эти докумешки, пока ты их, скорее, поддерживаешь друг другом, и пока ты увидишь вот этот ход, вот эту схему, о которых всегда выписывают, и пока ты ее увидишь, извините, время. А общественность говорит, даешь дело. И вот почему, вот очень важный момент, что взаимоотношение следователя потерпевшей, а именно сначала, ну, например, трагедию убили, да, то в данном случае потерпевшей на стороне следователя, потому что следователь начинает искать и на стороне оперативных работников, и, естественно, на стороне криминалистов, которые осматривают место происшествия, дают кучу всего. И потерпевший видит, люди работают. Люди работают, значит, найдут. И какое-то время потерпевший на стороне и криминалистов, и следователей, и оперативных работ. Проходит месяц, проходит второй, но не находим его. И что? И потерпевший становится не врагом следствия, он отворачивается и начинает писать заявление, которое следователь работает плохо совместно с криминалистами, совместно с оперативниками, не желает ничего находить, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, понимаете, вот и происходит это. Но разве можно это все выразить в фильме? — То есть полчаса работа гораздо более сложная и нет? — Она намного сложнее, она намного, понимаете, она тоскливая такая, но не для следователей. Вы понимаете, следователь, который в деле и который имеет интерес к следствию, это очень важно. Если следователь просто так расследует, он недолго проработает. Он проработает и… — Скажите, как связана деятельность Следственного комитета прокуратуры и полиции во время расследований? В чем разница полномочий и задачи? И как они взаимодействуют и помогают друг другу? — Вы знаете, задача одна. Что у оперативных работников, то есть у органов МВД, что у следователей, так же и прокурор, а именно борьба с преступностью. Это всем ясно. — Здесь действительно, как сказал коллега, то есть можно привести пример, там какой-либо механизм, он действует в много деталей. Вот каждая из этих деталей, где-то это СК можно назвать, где-то органы полиции, где-то это прокуратура. И если детали не будут, какой-то деталь не будет или неправильно работает, то весь механизм не будет работать. Соответственно, вот это взаимодействие при расследовании конкретного преступления — это как раз-таки работа единого механизма, направленная на раскрытие какого-либо преступления. Каждый участвует в своем виде, то есть следователь — это какое-то следственное действие, процессуальные мероприятия, оперативные работники — это оперативная работа, это предоставление информации, на основе которой потом будут выполнены какие-то следственные действия или процессуальные действия. Соответственно, прокурорский надзор, он надзирает за течение предварительного следствия и участвует на каких-то этапах, в том числе и при отправлении дела в суд и впоследствии поддержания государственного обвинения в суде по конкретному уголовному делу. — А с кого, если так можно правильно выразиться, с кого начинается расследование и кем заканчивается? — Начинается расследование с действий преступника. Вот он совершает все и убегает. И убегает. А оставляя, допустим, жертву на каком-то месте, выезжает криминалист вместе со следователем. И они начинают осматривать. Главное, обращая внимание, что, вы знаете, все следствие же работает уже по-совершенному. Уже все свершилось. Задача криминалистов и следователей – собрать факты. Факты и подтвердить, что он был на этом месте, что он совершил то-то, что его действия такие-то, что он сбежал туда-то. Но имейте в виду, что, повторяю, это уже все было. И следствие идет по ступенечкам, как бы назад отчитывая все это. И в дополнение, вот смотрите, вот эта незначимость, а вот это совместные действия. Вот возьмем пример. Возбуждено уголовное дело. Следователь принял его к производству. Следователь принял его к производству. И задержанного нет. Но он знает, что совершено, допустим, убийство. Он направляет отдельные поручения органам МВД, милицию. Они начинают искать. Искать, где же это он. А они колоссальная работа. Колоссальная работа, мы не будем останавливаться на этом. А именно, как они, жилой сектор, как они ищут, как они то-то, как они то-то, как они проверяют, куча делают, ну и так далее. Очень колоссальная работа их. Находят. Находят, доставляют. Следователь начинает допрос. Следователь, все, у них, у следователя есть на данный момент достаточно доказательств, которые позволяют ему что? А именно арестовать. Он выносит постановление, но. И вот здесь начинается очень серьезный процессуальный вопрос. Как говорится, каждый занимает. Следователь подготовил бумаги, подготовил материалы, которые подтверждают то, что именно это лицо совершило то, что там находится. Вот, направляет эти бумаги в прокуратуру. Прокуратура контролирует и проверяет, все ли законно в процессе расследования делает следователь. Понимаете? Вот, есть ли у следствия основания к аресту? Там сидит прокурор, опытный человек, смотрите эти доказательства и говорит, а послушайте, а у вас вот не доказано, например, что он был в это время, о котором вы пишете, на этом месте. Где доказательства? И он приносит, допустим, допрос, который подтверждает это. Все, тогда прокуратура пропускает и уже рассматривается в суде. И только суд арестовывает. Там выступает следователь, говорит свою позицию. Там выступает прокурор, который поддерживает или не поддерживает, и только суд решает арестовать. Вот, видите какая? Но главное это другое. Задача-то одна, чтобы невиновный не оказался под стражей. А если будет, вы представляете, вдруг он там, кто-то гадко, это вот ваш вопрос последний по поводу там. Ну, бывают и оперативные работники, и следователи, которые как бы нахрапом берут дело обвиняемого. Это, на мой взгляд, вы знаете, а я поработал 43 года, и уже куча дел у меня было. И вы знаете, нахрап – это временное явление. Ну да, испугался парень, испугался чего-то. И сказал, да, я, 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 я там. А фактически, а потом начинает, приходит, успокаивается и говорит, прошу на допрос. И он в вопросе показывает. Да нет, я, я не был там, я был там, 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 там. А следствие не проверило. А он уже под стражей. Вы понимаете, здесь мы не будем углубляться в это, в это вещи, потому что это очень самое болезненное. И вот задача и сотрудников ВВД, и следственного комитета, и прокуратуры, чтобы даже на первых порах невиновное лицо не оказалось под стражей. Вы знаете, это же ломает. В то же время, когда у следствия есть доказательства, это и материалы, и полученные с помощью криминалистов, и следы, и другие, и другие, то, вы знаете, именно доказательства убеждают следователя. Думающий следователь, вот он же не льтает в облаках. Он, да, он посмотрев ваше это самое, он не обязательно там сделает, там, о, я сейчас пойду, раскалю, смотри, как это все подтверждает, смотри, как у него. Нет, у него своя типа бумаг. Это бумаги, протоколы, протоколы, постановления, это его доказательства. Без этого, без этого, вина не будет доказана. И вот он собирает это, и сидит и думает, вместе с криминалистом высказывает свою позицию, говорит, послушай, надо еще поработать, говорит опытный криминалист. А следует, говорит, послушай, ну, срок остается, там, до окончания срока столько-то дней, а не мы зажаты сроками, следователи. Он говорит, хорошо, я помогаю, он начинает оперативно действовать, там, или экспертизу быстро проводит, или что-то еще, или сам участвует в процессе допроса и помогает своими вопросами, потому что они специалисты в этом. Криминалисты, они изучают, наблюдают, они наполняют следователя. Потому что следователи как бы не другие проблемы, другие проблемы. Встретиться со свидетелем, хорошо его допросить, допросить, грамотно допросить, изучить документы. А криминалист в это время показывает, послушай, вот, новая тактика такая, новые документы такие-то, послушай, попробуй. Если следователи не воспринимают, он просто глупый следователь. Он в обязательном порядке должен воспринимать то, что говорит криминалист. Потому что без них, повторяю, серьезные дела не расследуются. Однозначно, не экономические, не дела об убийствах. Так что главное доказательство. И чтобы эти бумажки подтверждали вину. Знаете, вина это. Кстати, ваш вопрос по поводу того, с кого начинается следование, там, следствие или расследование преступлений. Если так, вот, не вдаваясь в какие-то профессиональные подробности, они могут быть очень разные. Может оперативник внести какую-то информацию, которую он получил оперативно о совершенном, либо готовящемся преступлении. Может прокурор выявить, там, скажем, в ходе проверки какого-то предприятия, какие-то сведения, которые говорят о преступлении. Может быть, следователь самостоятельно их выявить. То есть здесь, наверное, правильно, как отметил мой коллега, наверное, все начинается, в первую очередь, с действий преступника. То есть, который либо готовится к совершению преступления, либо его уже совершил. Или информация поступает из средств массовой информации. Очень важно. Поступили в газету, прочли пресс-служба, говорят определенному должностному лицу, посмотрите, здесь есть признаки преступления. Все, начинается проверка до возбуждения уголовного дела, проверка. И, к сожалению, вызывает вас, спрашивает у вас, дайте нам материалы, почему вы так написали? Новосты, например, да, какие-то? Да, ну какие-то, откуда вы это взяли? Потому что я иногда смотрю, вот там, первая программа, вторая программа, там, правознатель, что-то из-за... Вы знаете, я... Мне не хочется продолжать это. Вот, да. Потому что там, я думаю, а как же дальше следствие будет доказывать вину этого лица? То есть, как он? А потому что вот сейчас все как бы и сказано. Я не буду продолжать, потому что здесь чисто процессуальные штучки, как убиваются доказательства. Вот. И вот, да, средства массы дают, мы начинаем, пойдет проверка и достаточно много. Вот, вдруг ваши коллеги узнали, где там районе, там не выплачивается заработная плата. Ну, кто-то, пожалуйста, пришел в газету. И оттуда поступает информация. Тут же дается команда проверить, изъять документы и все. То есть, мы тоже помогаем? Да нет, однозначно. Посмотрите, сколько уголовных дел достаточно много возбуждено на основе вашей информации. Но она проверяется вначале. Она проверяется однозначно. А как? Мало-мало. И иногда спрашивают, ну, откуда вы взяли? А он же говорит, да сосед по лестничной клетке. Вы знаете, есть вот эта относимость-допустимость. Если лицо не сможет сказать, откуда он получил эту информацию, то эта информация не будет принята. Не будет принята. Заметьте, что вот с каждым годом количество именно каких-то процессуальных проверок, уголовных дел, возбужденных именно, которые проводятся или возбуждается уголовное дело, именно по сообщениям СМИ или социальных сетей, оно растет. Оно растет постоянно. Потому что сейчас у нас люди сразу же выходят в какие-то соцсети, там тут же обращаются к журналистам и так далее. И поэтому количество таких материалов, оно растет постоянно. Поэтому в какой-то мере это даже, в общем-то, и на вас накладывает некоторая ответственность, когда вы выдаёте какую-то информацию в эфир, что эта информация, на неё будет реакция та или иная. То есть особенно, когда идёт речь о том, что в материале, в каком-либо новостном, о том, что совершено либо готовится преступление. На такие материалы, однозначно будет реакция. То есть получается, например, в Инстаграме в том же, часто люди фоткают, снимают и выкладывают какие-то ситуации. То есть это не зря люди делают, это тоже принимается во внимание. Конечно. Тем более, что сейчас нередко, когда люди не просто там сообщают о преступлении, а совершают преступление, снимают это на мобильный телефон и выкладывают. То есть это постоянно там, наверное, месяцы не проходит, чтобы кто-то не выложил в какую-то соцсеть какие-либо сведения о том, что там он кого-то побил или ещё что-то в этом же роде. Естественно, это принимается ко вниманию, проводится специальная проверка, и при наличии достаточных оснований возбуждаются уголовные дела под данным фактом. Я бы ещё дополнил просто это, что вы, направляющая информация, вы смелые люди. Да, вы направляете её и показываете, тем самым берёте на себя какую-то ответственность. А подавляющее большинство граждан, они, как я вам сказала, не просмотрят сериалы, там сядут, да, они посочувствуют кому-то и останутся в этом тёплом, комфортной обстановке, зная о том, что, допустим, там, там, там. Ну, хорошо, что, на мой взгляд, как-то меняется сейчас. Ну, сейчас благодаря соцсетям, благодаря тому, что люди, вот, действительно, там, что-то увидели, засняли, выложили, то есть и среди наших, допустим, подписчиков тоже много есть людей, которые так или иначе хотят поспособствовать вот этому восстановлению справедливости, там, какому-то вот… Ну, имеется и обратная сторона медали, то есть, вот, как говорили, первый вопрос о том, почему так популярна какая-то, там, тематика преступлений. Ну, вот, в большей степени, на мой взгляд, просмотр сериала, прочтение книги, ну, ещё никого чтение Шерлока Холмса не привело к тому, что он начал совершать преступления. А вот смакование, к сожалению, подробностей преступления, которые очень часто сейчас происходят в СМИ, это и с видеоматериалами, и с фотоматериалами, обсуждения такие, прям, со смакованием именно очень плохих деталей преступления, вот оно, к сожалению, действительно может повлиять, особенно, если человек, это какой-то молодой человек, либо же это человек с неокрепшей какой-то психикой, вот, или просто человек, у которого больная психика, что он, вот, осмотревший вот это смакование, он действительно может решить, совершить преступление. Это, к сожалению, имеет место быть. Ну, к сожалению, это самое интересное. Чаще всего, это именно эта информация, подробности все, естественно. Да, хорошо, скажите, чем отличается следователь сегодняшний, следователь, например, там, 10-20 лет назад? Ну, это такие же люди, в таких же мундиках. Что-то изменилось в этой системе. Да, я понимаю, вы знаете, но вы разрешите мне взять побольше период, вы говорите, там, 10 лет, а я коснусь немножко 70-х, 80-х и 90-х. Вы знаете, как в настоящее время я преподаю в Академии Следственного комитета, и у меня постоянные лекции, и в них есть вот этот раздел, когда я говорю нынешним следователям, и говорю с того, а вы знаете, что раньше работалось полегче. Они подумают сразу, говорят, а как это, почему? Я им объясняю на простых. Вы знаете, объем работы был такой же. 5-7 уголовных дел в производстве, это однозначно. А в то же время запросы следователя, запросы, ну, по каждому уголовному делу, он направляет запрос в организацию, выполнялись быстро и четко. Раз. Раз. Даже руководитель, который получал запрос, спрашивал и звонил, вам как привезти, в какой срок. Это раз. Дальше. Следователь проводит постоянно какие-то следственные действия. Ему нужны понятые. Я мог выйти за пределы, за дверь, остановить любого гражданина и попросить, вы знаете, побудьте у нас на следственном действии. Он говорит, я на работу. Я говорю, я вам дам справку о том, это уважительная причина. И сколько бы, извините, и сколько бы не потребовалось, надо, он поедет со следователем и будет на месте происшествия ночью находиться. То есть найти понятых проще. Люди понимали, что это и есть тот гражданский долг. Пусть не высокопарный, но это надо просто помочь. Дальше. И то бишь, что можно сказать, что общественное мнение было на стороне правоохранительных органов. А сейчас, к сожалению, к большому, ну в этом виноваты, может быть, и сами правоохранительные органы в каких-то ситуациях. А может, и вы виноваты. Мы, может быть, ну не будем искать виновных, потому что нужны для того, чтобы виноват, надо кучи изложить доказательств. Вот. А у нас нет времени. Вот. Дальше. И я говорю, вы знаете, но это было проще. А сложнее было то, что у нас, знаете, у нас не было компьютеров. Иногда как это становится. Вы знаете, да, вот. Ну что, значит, как быстро время пролетело. То, когда я пришел в следствие, то на каждого два следствия была одна пишущая машинка. И мы печатали. Каково? Всего лишь как будто. Вот недавно. Вот это. Потому что компьютер – это завоевание. Не знаю, для всех, а для следователей тем более. Вот. Вот. И вот чем сложнее сейчас, ну то есть попроще было. Люди попроще были. Поотзывчивой. Ну, всему свое время. А вот следователям, которые сейчас рассловят, особенно экономически, вы знаете, им очень сложно. В каком плане? Колоссальное противодействие со стороны лиц, совершивших преступления. Это, как правило, профессионалы своего дела. Это большие умницы. Большие умницы. И у них громадное количество помощников. Бывших тех же юристов, бывших тех же следователей, криминалистов и так далее. Которые помогают им. И они, когда начинают какое-то гадское дело, то они садятся за стол и вместе с теми начинают говорить, ну вот так схема. Нет, 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 говорит бывший правоохранитель. Лучше вот так. Нет, 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 говорит определенный юрист. Лучше вот так. Лучше вот так, вот так и вот так. А деньги лучше вывести вот так. Вот, говорит, хорошо, начинают они. И начинают скрывать эти потоки. Только для того начинают куча этих подставных фирм, сотни и начинают делать так, чтобы денежки быстрее ушли, пусть даже бюджетные, небюджетные. Вот, они не думают, это категория людей, занимая любой пост, даже высокопоставленный, они не думают о том, что вот, о том, что это колоссальная сумма, которая они проведут. Она четко была целенаправленная и целевая была на строительство, там, больницы и так далее, и так далее. На финансирование вот этого первого звена в медицине, который сейчас просто вот так. А там, потому что колоссальные деньги были выведены. Вы выведены куда? По поддельным документам, на офшоры и так далее, и так далее. И вот у них колоссальное, но, повторяю, у них плюс один, что вот рядом с ними, вы знаете, сейчас высокообразованные и очень квалифицированные криминалисты, которые показывают, которые помогают и по экономическим делам. Вы знаете, вот здесь следователь, важняк, он, опять же, приходит, или криминалист приходит, и вот они начинают кумекать. Но как же противостоять вот этому? Как найти те или иные документы? Как их сложить, пассиять их так, чтобы было все понятно? Вы понимаете? Ну, вот в этом сложно работать сейчас с позиции отношения общественности к следователям. А криминалистам? Как изменилась криминалистическая служба? Криминалистическая служба тоже изменилась и очень сильно, потому что там, если мы берем, ну, где-то 20 лет назад, пускай, там, в нашей службе в прошлом году было 65 лет, то есть мы не так уж давно существуем. Вот, предположим, 20 лет назад все-таки прокуроры-криминалисты, следователи-криминалисты такой должности тогда просто не было. Прокуроры-криминалисты, они в большей степени были профессиональными, опытными следователями. В нынешних условиях криминалист это непросто, помимо того, что он профессиональный опытный следователь, он еще должен и иметь достаточно неплохую техническую подготовку, потому что, несмотря на то, что юриспруденция это все-таки гуманитарное направление образования, но иметь техническую подготовку сейчас очень необходимо, потому что человек должен понимать какие-то моменты. И, соответственно, как абсолютно правильно сказал мой коллега, изменилось и для следователей, и для криминалистов, это не имеет никакого значения, это в том числе какое-то более общественное давление, потому что у нас все обращают внимание на какие-то преступления, комментируют их как-то, очень редко, когда мы выезжаем на преступления, потом ты все равно в интернете где-то читаешь комментарии пользователей, очень часто они неприятные, очень часто несправедливые, потому что иногда, потому что мы все люди, нам тоже обидно получать такую оценку какой-то своей работы, особенно когда она не имеет ничего общего вообще с реальностью. И, соответственно, увеличился темп жизни за последние 20 лет. Если, предположим, еще во времена Советского Союза человек совершил преступление, и да, он может передвигаться где-то, предположим, по территории СССР. Сейчас у нас человек совершил преступление, через 2 часа он находится вообще за пределами России. Или, опять же, какие-то схемы по выводу денег, которые 10-20 лет назад вообще не существовало. То есть раньше человек украл деньги, где-то там спрятал, закопал тысячи. А здесь человек сейчас в наличии этих денег он как бы не держал, но благодаря схеме у него за секунду эти деньги, которые, предположим, он украл, оказались вообще на другом конце света. И прошли через 10 банков или 20 стран. И все это необходимо вычислять и смотреть. А возможно, по видеонаблюдению и, опять же, компьютеризации, и то, что это можно, допустим, следить быстрее, чем раньше, это не компенсирует свое с другой стороны? Дело в том, что здесь все имеет, как бы, любая медаль имеет две стороны. Чем проще становится следить, тем проще становится и скрыть. Поэтому для грамотного лица вот этот вот паритет, он все равно сохраняется. То есть люди просто начинают лучше скрывать. Как только начинают лучше скрывать, мы изобретаем какие-то новые методы для того, чтобы лучше его числять. Как только мы изобретаем новые методы для того, чтобы вычислять, опять же, происходят какие-то методы для того, чтобы скрывать. И все это очень сильно ускоряется. То есть вот как у нас там можно сравнить с выходом новых мобильных телефонов. Каждый год появляется абсолютно новый мобильный телефон, который превышает предыдущий на порядок, а то и на два. Вот точно так же и с преступлениями. Каждый год появляется что-то новое, что превышает один-два порядка. А раньше это было, предположим, раз в пять лет, раз в десять лет. А сейчас это каждый год, а то и чаще. Понятно. Хорошего вернуться все-таки к нашим подписчикам, к нашим зрителям, которые смотрят нас. И все же романтизация определенной профессии сотрудников правоохранительных органов присутствует, существует. И среди наших подписчиков есть люди, которые просто живут, смотрят на диване, смотрят ТВ. Но тем не менее они как-то хотят бороться с несправедливостью, как-то помогать. У нас там есть проекты определенные, которым они лояльны и которые борются за справедливость. Вот. Если мы говорим о преступлениях, о такой же более серьезной сфере, ну, например, хочет человек стать следователем или криминалистом. Вот есть у него такое желание, пусть даже там, он не знает, с чем столкнется в реальности, то есть у него оно какое-то романтизированное представление. Но тем не менее, что для этого нужно? Ну, как минимум, если человек просто хочет вот только прийти и стать следователем, у нас существует правило, соответственно, которым человек может стать следователем только после того, как он некоторое время побудет общественным помощником следователя и увидит ситуацию внутри. Как раз-таки это сделано для того, чтобы вот этот романтичный флер, который вот он увидел в сериалах, чтобы он немножко слетел, чтобы он понял, что это не вот радостный, как в формате там часовой или сорокаминутной серии, вот ты пошел и нашел преступника, что это тяжелый труд, это вам много очень бумаг, это много грязи и так далее. Это занимает очень большую часть жизни. Если он хочет стать криминалистом впоследствии, то у нас, опять же, существует правило, что криминалистом невозможно стать, за исключением узких специалистов, потому что у нас есть, например, спектра, который занимается какими-то своими узкими направлениями, техническими, как правило, то он должен иметь не менее трех лет следственной практики. То есть у нас невозможно стать криминалистом, следователем-криминалистом, не имея следственной практики и не понимая, как расследовать уголовные дела. Это очень правильно, потому что если человек собирается как-то участвовать в уголовном деле, то он обязан знать, как это предательное следствие происходит. И более того, следователи-криминалисты, в соответствии с уголовно-процессуальным законом, они вправе тоже расследовать уголовные дела и расследовать в полном объеме. То есть формально любому нашему следователю-криминалисту, в том числе и мне, может быть поручено расследовать дело полностью. Так что здесь знание следственной работы строго обязательно. Я могу просто дополнить. Я часто сталкиваюсь с учетом преподавания в Академии. Я сталкиваюсь со студентами, которые планируют в будущем работать следователем. Они так и выходят. Следователи Следственного комитета. Вы знаете, они все, ребята, молодые, разные. Но их минус только, что они не имеют жизненного опыта. И вот когда они, обучаясь в Академии, приходят, им положено приходить раз или два раза в неделю в районы, то есть где работает следователь, и видеть, как работает следователь, как он оформляет. И потом составляют они определенные документы, так называемые отчеты. И вы знаете, третий курс, четвертый, да вот еще вот они как бы хотят, как бы хотели. Потом определенные категории студентов, видя, ну, видя вот этот, на самом деле, труд каждодневный, и видя определенные проблемы у следователя. Следователь их решает, но они видны. И вот это многих пугает, понимаешь, пугает, то есть они встают, все их видение встает на определенные позиции. И это не потому, что не по мне, а молодые ребята говорят, нет, это мне не надо. Здесь много работы, много проблем, много конфликтов, а мне это не надо. И уже на определенный период они или покидают стены академии, но, повторяю, подавляющее большинство, опять не потому, что оно как-то в романтике, их быстро, когда они начинают, повторяю, проходить практику, то они быстро понимают, что. Но главное это другое, что понять, что же за профессии следователя, можно только тогда, когда ты придешь в следственный аппарат, когда тебе дадут уголовное дело, и когда ты, открыв эту папочку, увидишь вот эти материалы, и тебе надо материал, потерял, а у тебя, допустим, еще задержанное лицо, тебе надо работать. И вот здесь, а ты со скамьи, ну да, ты изучал уголовное право и так далее, и так далее, а вот здесь надо преломлять все свои знания. И вот здесь он же понимает. Сейчас надо допрашивать лицо, но он вызывает, у него полномочия. Я хочу еще обратить внимание, следует, когда занимают должность, то у него возникают очень серьезные полномочия, которых нет ни у кого. Первое, он может вызвать любое лицо на допрос в удобное для него время и задавать любые вопросы, которые порой для лица, который допрашивается, неудобны. Дальше, он имеет право, состав определенные документы, там, следов суда, войти в квартиру и делать обыск, и изымать документы, и изувать то, что ему не интересно, а то, что нужно для дела. Хотя жители этой квартиры не желают, чтобы они отбирали этих вещей. Дальше, главное, следователь, имея полномочия и обязанности, вот это важно, помимо полномочия, он обязан, например, решить вопрос в определенный период с учетом собранных доказательств об аресте, он вносит. То есть, обратите внимание, о внесении постановления о привлечении в качестве обвиняемого. То есть, он полностью через свой текст меняет судьбу конкретного лица. Какие полномочия? Это очень серьезные. И вот главное, вот в этот момент, и вот следователь начинает понимать, ух ты, ух ты, вот я должен сейчас решить вопрос-то. Но хорошо, что рядом и руководители, и прокуроры, которые молодому как правило помогут. Послушай, ты вот смотри, не так глядишь, не торопись еще с арестом. Это очень важно. И вот молодые ребята, и только когда столкнутся, когда они вместе с криминалистами выйдут на место происшествия, когда они оформят вот эти, когда они подопрашивают людей, и увидят, что допрашивают-то людей, ну сидит он и молчит. Вот вы там задали вопрос, например, ну не говорит. И что же с ним делать-то? Вот он вопрос. Он пришел, и как многие, ну у меня есть к вам вопросы. К вам вопросы. Ну он говорит, ну и задавайте. А нормальный допрашиваем, я там не говорю. Он хочет узнать, какой вопрос. Какой вопрос, что вас интересует. И вы зададите вопрос, а он еще подумает. А стоит ли мне сейчас отвечать? Ну мы говорим о подозреваемом обвиняемого. Со свидетелью чуть попроще. А стоит ли сейчас? Он говорит, ну у меня на этот вопрос 51-й, то есть я не буду говорить. Задавайте. Он за следствие задает второй вопрос. Ну, начинает задавать вопрос. И тот, знаете, я и на этот, я попозже, я подумаю. И вот так, таким образом, узнают у следователей, какие вопросы, что ты вообще имеешь. Вот, а и вот здесь, а вот здесь следователи, это уже опыт. Определенный опыт. Подготовка, с учетом собранных материалов, подготовка к допросам. К допросам, особенно к серьезным допросам. Ты должен, понимаете, это уже, это опыт и уже взаимодействие, повторяя, опять же, с криминалистами. Они подскажут, а у них методика, они иногда подсказывают нам, следователям. Смотрите, куча методических сказаний, обрати внимание. Собери вот эти вопросы, задавай ему. В то же время опытный криминалист скажет, ты не торопись-то задавать ему все вопросы. Молчит, значит, ты, следователь, не готов. А как заговорить? Вот там какой-то вопрос. Фильм как? Ну как там? Как вломят там и ударят? Ну, вы знаете, я не только противник. А это главное для того, чтобы разговаривать, независимо от того, какую должность занимает, это доказательство, наличие у тебя. Если ты обязательно должен иметь тот документ, и ты знаешь, что он у тебя есть, и ты знаешь через этот документ действия вот этого лица, и ты ему задашь вопрос, вот он почует, ах ты, уных их есть. И волей-неволей начинают говорить. И главное другое, еще изучать личность. Вот с пеленочек и родственников. И вот там устанавливаешь. И искать слабое звено у этого человека. Слабое звено. И не потому, что там, вот мы твоих детей, как там, или что-то еще там, сразу там. Нет. Это... Ну, то есть надо обязательно готовиться. И вот люди, молодые ребята, когда сталкиваются с этим, и когда видят все это, вы знаете, они вырабатываются. И в то же время, когда они выработаются, они приходят к выводу... Многие, просто я повторяю, когда я смотрю на аудиторию, я вижу малое количество, они слушают внимательно, но у них глазки опущены. То есть у них нет... А подавляющие, потому что смотрят, хотят что-то узнать, что-то использовать и начать. Я понимаю, вот это радует. Вот это радует. И главное другое, что... Я им всегда говорю, вы послушайте, следователи – это самое информационное лицо. То есть любое дело, и им дают такую информацию. Он же психолог, он разговаривает с людьми, он получил... Он смотрит, изучает эти документы. У него такое количество информации, и в любом, я говорю, в любой аудитории, в любом, даже со своих друзей, ты будешь всегда в центре. Ты можешь что-то рассказать, потролля-лякать, но интересно, а это интересно всегда. А если ты уже дела начинаешь расследовать, если дела уже прошли по этому самому, то рассказать о делах, которые очень интересны, вы понимаете, иногда люди просто заслушиваются, следователя, который знает, и, естественно, криминалистов. Я это без тебя. Потому что который знает. Все. Хорошо, мы будем заканчивать. И напоследок, можем ли мы дать совет непрофессионалам, зрителям, которые не являются сотрудниками, естественно, правоохранительных органов, но которые так или иначе хотят поспособствовать работе полиции, МВД и так далее. Например, если человек случайно стал следителем преступления, что ему делать и как вести себя в такой ситуации? Сообщить об этом преступлении, как минимум. Потому что, если мы, опять же, узнаем о чем-то совершенном, как мы уже говорили, разбирали способы, как, может быть, с чего начинается предприятие следствия. Если, к сожалению, мы не стоим на каждой перекрестке, мы не смотрим, не совершаются ли преступления. Да, у нас есть какие-то технические средства, камеры сейчас везде в городах. Но все-таки мы об этом преступлении снова узнаем от людей, по заявлениям людей. Поэтому, естественно, что в первую очередь все идет с того, что если человек знает о совершенном либо готовящемся особенно преступлении, которое можно предотвратить, успеть предотвратить, то, естественно, он должен о нем уведомить проходительные органы. У него должно быть какое-то доказательство, там, видеоматериал. То есть ему, например, вот что ему делать? Скорее бы, всем правильным трубку и звонить, например, или все-таки снять? Потому что сейчас вдруг эта ситуация закончится, приедет полиция, например, а уже нет, допустим, ситуации. Нет доказательств, нет того, что человек видел, допустим, кого-то там убивают, и не знаю. Если кого-то убивают, ему звонить немедленно, никакие съемки, сразу же звонить в полицию. Там ограбление. У нас это проблема современного мира, когда у нас в первую очередь люди вместо того, чтобы позвонить в полицию, достанут телефон и начнут снимать. Это гигантская проблема. Человек будет погибать, народ будет снимать в округе. То, что вот это происходит. Поэтому, конечно, в первую очередь звонить в полицию. Если есть у него такая возможность, это не представляет риска для его собственной жизни, то, конечно, если у него есть возможность какой-то доказательства, то он может в том числе и эти доказательства, чтобы потом установить преступников, хотя бы по этим записям, еще что-то, то есть лиц, которые совершили. Но первое, это обращение в правоохранительные органы. Сразу же. Потому что, особенно, когда совершаются какие-то насильственные преступления, то секунда промедления может стоить человеческой жизни. И никакие съемки тут не стоят прилететь. А для самого человека, который, опять же, звонит, заявляет о том, что он стал свидетелем преступления, для него есть какая-то, ну, какая-то не угроза, а, возможно, почему люди это не делают? Они, допустим, боятся, они не хотят, они не хотят иметь ничего к этому общего, потом давать показания, отвечать, чего-то бояться. Вы сейчас полностью, в общем-то, и ответили на вопрос, почему. Потому что они, кто-то боится того, что будет угроза со стороны преступников в отношении его, его близких, кто-то боится какой-то процессуальных действий, потому что все-таки это у нас бумажное оформление, то есть человек будет тратить какую-то часть там своего времени на то, чтобы прийти, написать заявление, быть допрошенным или опрошенным, там, и так далее. То есть, естественно, люди все в той или иной степени этого боятся, потому что здесь единственное, что можно сказать, что человеку нужно выбирать, что для него главнее, то, чтобы преступник не был наказанным, или то, что он все-таки потратит какую-то часть, пускай своего личного времени на то, чтобы это оформить. Тут это нужно понимать, что либо преступник будет безнаказанным, будет ходить, продолжать ходить по улицам, и на завтра вполне возможно совершить новое преступление уже в отношении этого лица, которое не заявило, либо в отношении его близких. И еще я бы дополнил, что вы знаете, человек, который, да, оказался свидетелем, но он должен найти в себе смелость. Первый вот он был. И не бояться вот этого, да. Да, сообщить, да, прийти в дальнейшем в правоохранительные органы, да, и дать показания. Дать показания, и не думать, повторяю, не думать о том, что вот он, надо думать о том, что он просто помогает по-настоящему. Вы знаете, очень импонирует, вот я смотрю передачи, когда есть так называемые помощники, которые преграждают, например, человеку, заехавшему на тротуар, вот, и они начинают заклеивать, делать вот это. Мне это нравится, хотя там может быть это. Ну что ж, благодарю вас за то, что вы ответили на вопрос, что пришли, и мы вроде так прояснили эту тему, эту сферу, возможно, это будет интересно нашим зрителям. Смотрите, и уже с большим пониманием будете видеть то, что показывают на экране вот после нашего сегодняшнего разговора и после пояснения наших гостей. Благодарю. Продолжение следует...